Продолжение следует... 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 То есть, в торговых пациентах оперируют 8 врачей, а в иностранных пациентах только 2 старших врача. Петр Ильина является руководителем отделения ортопедии в больнице Святой Звеславы и специализируется на сложных операциях, на реоперациях суставов, подслуживших суставов, на спортивных травмах. Все сложные операции мы проводим в основном в клинике Святой Звеславы, где есть возможность уделить пациенту больше внимания, уделить больше времени в операционные пациенты, потому что в магазинке это конвейер на эндопротезе, мы можем уделить пациенту 4 часа в операционном зале, потому что вклад расписан на 2 месяца вперед, и на каждого пациента уходит всего 2 часа. Хиржевакова является руководителем центра лечения формы в виде зимуаппарата и является известным новатором, руководителем в больнице, где мы не проводим так много операций, это небольшое наше учреждение, когда нет места у нас, как мы принимаем и в его отделении. Как проходит стандартный план процесса замены сустава в нашей больнице? Все цены у нас стандартизированы, в любой из больниц мы проводим операцию по одной схеме, по одному протоколу за одну и ту же цену обеспечивая одно и то же качество. Пациент приезжает непосредственно в право, либо в вену, в зависимости от того, в какой из больниц он ехал. В аэропорту пациента встречают с табличкой с его именем, уже при вылете из самолета, консьерж. В каждой из клиник у нас есть консьерж, который говорит на русском, украинском, английском, немецком и арабском языке. Консьерж встречает пациента сразу в аэропорту и везет его непосредственно в клинику на госпитализацию. На второй-третий день проходит предоперационное обследование. Предоперационное обследование является своей целью проверить, нет ли у пациента скрытая эффекция. Это основная, потому что пациент, с архопедической точки зрения, одобрен к операции за ранее, до приезда. Он посылает свой рентген в электронной форме и главный врач на основании этого рентгена вставляет пациента в операционный план. То есть наша задача за 2-3 дня максимально проверить пациента на инфекции, на все скрытые инфекции. Гинекология, урология, заболевания врач внутренних болезней, стоматолог, лор-врач. И все это потом, данные всех анализов, лабораторные тесты проходят в конституции, который вечером перед операцией готовит пациента на основании всех этих данных. Кроме того, на основании данных о минерализации, физического осмотра пациента и беседы о его образе жизни, фирург вечером перед операцией выбирает сам процесс. Потому что имплантанта довольно много. У нас используются имплантанты самых 4-х ведущих фирург. И хирург может выбрать составные части каждого из имплантанта, индивидуально подходя к пациенту, чтобы максимально удобно ему с ним обложить, не требовало и специальных занятий, и длинноногого знака. На 4-й день после приезда проводится операция. На операцию пациент идет также в сопровождении кассержа, потому что, как мы не говорили, это большая операция, и все пациенты, вот за последние 2 года я буду встать, каждый из пациентов, кто приезжает, они все сильно боятся. Несмотря на то, что это успокаивающие, несмотря на то, что они знают, что без этого они не смогут ходить, но трясучка начинается у каждого пациента, и чужой стороне не обойтись без того, чтобы чувствовал себя одинок. Поэтому медицинский консьерж берет у человека на операцию, держит ему за руку, пока человек не уснул, потому что иначе у него будет повышаться давление. Проверено, даже консьержа будет на операцию. Если операция проводится в местной анестезии, эпидуральной, то консьержа находится с пациентом все время пребывания в операционной царе. Четвертый или пятый день – это послеоперационный уход в реанимационном отделении. Первый день человек еще лежит, и его восстанавливают все функции. Обязательно, что используют наблюдения за параметрами крови, параметрами числа, уровня, параметрами давления. Как бы себя человек не чувствовал, он просто не разрешает один день встать. Но на следующий день, второй день для реанимационного отделения, это пятый день, человек оставляет на ноги. Второй день после операции человек оставляет на ноги на французских кастерях, которые одеваются на локоть. Учитывая, что операция проходит малоинвазивным способом, и все мышцы, и по силам, как мы с вами говорим, сохранены, человек может стоять уже на второй день с французских кастерях без опоры на ногу, с симуляцией движения, но он может стоять. На пятый-седьмой день проводится первичная реабилитация индивидуальных физиотерапевтов пациента. Пациента первичная реабилитация улучшает. Личная гигиена, как правильно садиться, как правильно начинать ходить, как дойти до туалета, как себя вести в ванной, как самому себе не вывести в уставку. А с восьмого дня – это первых семь дней операционного спеклотерапевтия. На восьмого дня начинается интенсивная программа реабилитации. То есть человек уже не выяснился на психологическое, и его берут под свою африку врача реабилитации. С восьмого дня он уже полностью сам передвигается, по клинике он передвигается, в столовое. На процедуру он уже может сам ходить с французскими кастерями с небольшой опорой на перерывную ногу. В 14 минут дню человек становится полностью самодостаточным, снимаются швы, выходит заживление внешнего шва, и начинается человек уже самодостаточный. Он может ходить в такси, он может лететь в самолете, он может ехать домой и дальше реабилитировать. Но реабилитация необходима, поэтому большинство пациентов остается еще на две недели, и на 28-й день – это такая черта, которая, собственно, уже разрешена нагрузка на сустав полностью. Тогда он ходит еще с двумя французскими кастерями с полной опорой на сустав, и в 28-м дню его выписывают по страховку. Потому что большинство наших пациентов – это страховые пациенты Тайчехии, которые имеют государственную страховку и бесплатно лечатся в рамках государственной страховки. Страховка выписывает на 20-й кастер. Что касается следующего восстановления, к концу второго месяца пациент уже должен начинать ходить без мастерлян, даже без одного, и вводить физическую нагрузку, начинать занятия спортом, кроме инженерной физической реабилитации. И к концу шестого месяца человек уже обязан полностью вернуться в строй, полностью пользоваться оперированной ногой, и разрешена уже операция на парный сустав, то есть перенести весь вес имеющегося тела на оперированный сустав. То есть возврат к нормальному образу жизни, никаких ограничений ни на лыжи, ни на коньки уже к шестому месяцу нет. Коленного сустава небольшая статистика. Так выглядит голенный сустав на шестой день после операции. Вы видите, что он по дейпированию. Дейпирование у нас делают стандартно после операции, чтобы мышцы, которые были раздвинуты во время операции, вернулись в свое нормальное положение. Так же дейпирование проводится у всех пациентов в рамках реабилитации. Тип операции является неинвотивным, без разведок мышц, сухожили, имплантанты, которые используются в полионе консервиями, Джонсон, Джонсон, Лейма и Матис. Как я уже говорила, выбер остается за оперировочем хирургом. Анестезия учитывается по желанию пациента, возраст и показания. Если есть какие-то противопоказания, системные заболевания, делайте эпидуральную анестезию. Дальше я вам покажу процесс, как происходит операция эпидуральной анестезии. Разрез порядка 80 см в медиально-паракокаллярной области. Обычные показания происходят. Разрез делайте в этой части, около полетной чашечки, порядка 8 см, только для того, чтобы ввести сам имплантант, который другим способом ввести нельзя. Длительность операции до 100-10 минут. Обычно это около час-10, час-15. Операция будет абсолютно стандартно. День проводится до 3 фронтальных тратезов. Поэтому весь день я не могу. Положение пациента лежа на спине. Гарантия производителя самих имплантантов 10 лет. Каждый пациент получает индивидуальный сертификат от производителя с конкретным номером его имплантанта, который занесен в общей базе производителя. Часто нас спрашивают, как защищают всех пределок. Во-первых, это государственный вирус-союз невозможно. Во-вторых, вы получаете индивидуальный сертификат и проверяете его от производителя. С этим же сертификатом вы летаете в самолетах, проходите в металлоискателях, потому что это как метал, он будет звенеть. Средний срок службы у старших пациентов 20-25 лет. У младших пациентов, занимающихся активным спортом, активно использующим ноги, все зависит от того, насколько человек занимается спортом, реабилитируется, занимается физкультурой. Сами себе люди должны помочь в любом случае. Чем лучше ухаживать, начиная за своими ногами-после операций, тем дольше ухаживать суставы. Тотальное депротезирование тазобедренного сустава проходит в положении на боку. Вы можете видеть, в каком положении находится пациент. Этот тип операции называется anterior approach surgery. Без разреза мышц, сухожилия, что помогает, опять же, быстрее человеку встать на ноги. Счастлива. Имплантанты, используемые, это также земер, биомет, нос, джонс, лимор, фидерматис. Все имплантанты изготавливаются в Швейцарии, Америке, Дейште. Металл, из которого изготавливаются, все имплантанты этих пирмах изготавливаются, они использованы как материалом, они абсолютно инертные и не взаимодействуют с телом, поэтому они не происходят чернения, как у старших поколений и плантанных, и они не требуют частой замены, потому как это уже действительно абсолютно инертные материалы. Также проводится муриевая анестезия, как угодно, это комбинированная и тюральная. Разрез порядка 10-12 сантиметров на боковой поверхности петра человек прижим на противоположном нахе здоровом петре, положение на полку. Длительность также максимум 2 часа, это максимальная, за которую успевают пироги это сделать. Срок службы производителя также предварительно веками дома и срок службы, это 20-25 лет. Повторная замена, это также возможно, все это провалится в рамках, как мы, например, с ним заведем и субстаном. Здесь вы видите демонстрацию операции, которая проводилась по местным астезиям. Пациент был в сознании, где он фотографировал консьерж. Лекарства, которые применяются при астезии, помогают человеку быть в сознании, он все понимает, его спрашивают, с ним проходят контакт, но он не чувствует боли, он не боится. И вот непосредственно выезжает из операционной, он улыбается. Проводятся такие операции, и они абсолютно, это не сражает нашу буткальную астезию, несмотря на весах. Селые для пациентов обеспечивают в наших клиниках медицинские консьержи. Каждый из клиники консьержи работает на одинаковых условиях, то есть они пациента встречают, сопровождают ежедневно. Приходят на обходы вместе с доктором, чтобы перевести общение доктора с пациентом. Переводятся справки больничные, выписки для предоставления в больничные переставки. Такое у нас тоже есть. Что касается возврата после операции, часто пациентки меня спрашивают, а как я поеду домой? Очень правильно. Из аэропорта. Независимо, в какой стадии пациент, мы заказываем специальную службу медицинского комфорта и с креслом. Даже человек, если уже входящий, на медицинском кресле, доводится, минуя паспортный контроль непосредственно в кресло самолета. То есть мы передаем на паспортном контроле пациента с его документами о проведенной операции, передаем стюардессе. Стюардесса довозит пациента до кресла, и пациент получает обязательно лучшие места, потому что он апелляционный, и ему предоставляется серость их самолета. На каких языках говорят наши консервы, уже дети? Видите на следующем слайде. Вопросы о ценах я заранее суда отрела. Цены абсолютно стандартные, во всех клиниках они проводятся эти операции, абсолютно стандартные. Стоимость пакета по тотальному доказированию тазобедренного сустава от прилета до отлета, включая все, что необходимо пациенту за время пребывания, 7 дней. 6,5 евро. Азобедренные 7,7 тысячи евро в колено-сустав. Никаких дополнительных оплат в наших клиниках пациента не пройдет, кроме чистки либо изо фраги, посмотрите, не только на представительстве. Благодаря нашему партнеру, который все это анализовал, я могу показать вам фотографии и видео пациентов, которые приехали за последнее время. и остались довольны нашим сервисом. С Бухимедом мы работаем давно и хочу поблагодарить за ту работу, которую они делают для пациентов. Потому что выехать за границу и мы знаем, что это довольно тяжело больному человеку, не занимая когда он едет, тем более в первый раз. А большинство наших пациентов это женщины 55+, не имеющие английского языка, не ориентирующиеся чаще всего за границей. И ту поддержку, которую здесь оказывает пакет, она разгоняется не будет. Я думаю, наши пациенты скажут за меня лучше. Как же теряю голос? Продолжение следует... Поэтому я, наверное, возвращаю слово коллеге, которые начали и благодарю вас за внимание. Спасибо.